Я понимаю, что Слухина все же, все же, благотовщина может сочтеть невозможным ответить на мой не совсем корректный вопрос. Простите, Великодушина, но я хочу, чтобы было меньше пухового, с уважением, уже сейчас. Вот недавно мы с Андреем Гудайевым, который здесь, я не вижу, Люду Креомасову, потеряли очень дорогого для нас человека, талантливейшего журналистов, писателя, Коля Креомасов. Мы с ним работали в консомолке, в правде. До этого я потерял Валентина Ивановича Ермакова, офицера, спецназовца. И у меня до сих пор болит сердце, что я не нашел каких-то слов, у меня не хватило взволей, переломить, убедить, и Коля, и Валентина их настроили. Вот я чувствовал, что люди гаснули. И вот они ушли, а у меня на мне чувство вины, что это я их не удержал на краю. Не смог удержать. Вот точно так же, если вы меня думаете. Вот мы работали с тем же Николаем Царства Небесных, правдой. Ну, что такое правда, если сейчас надо только рассказывать молодежи, потому что такое близкое на прессе. Но когда вот такая заметочка в 20 строк имела всегда ту реакцию, я же не говорю о статьях, такую действие. Так вот мы где-то не доработали. Вот где-то мы что-то не дописали, что-то не досказали. Ведь многие понимали, да, мы не представляли, что впереди. Но догадывались, чувствовали это. Не хватило бы сил, смелости не знать. Хотя в Совете Министров СССР я уже писал за ним эту запитку о статье и правительстве, после которого меня увольняли, что я очерняю власть. Хотя тут у нас открытая запитка лично для профессиональной полиции. Так вот сегодня, когда я хорошо вижу, не просто вижу, я убежден, что происходит в стране. К чему мы идем? К самому страшному. Это не потеря государства. Это потеря самого народа. Как же я могу молчать? Здесь потом или там совесть-то замучить и убьет. Ведь вы знаете самое страшное, что происходит? Я разговариваю с адвокатом из Санкт-Петербурга, одного полковника, который сегодня сидит. И тот ему говорит, ну ты-то знал, на что ведешь? Он говорит, ты знаешь, а мне сейчас легче. Это полковник с орденом Красного Знания с Афганистра. И он говорит, ты знаешь, а мне сейчас легче. Вот я там все понимал и все видел, а что я могу сделать? А здесь мне легче. И вот точно так же легче мне, когда я это понимаю и вижу. И не молчу, не ношу в селе, а говорю. Потому что сегодня книга. Сколько бы нам не пытались внушить эти еврейские комментаторы, что сегодня никто не читает, что сегодня смотрят и пытаются наше сознание забить картинками. Пусть они придут сюда и посмотрят этот зал. Когда люди пришли ради книги. И поэтому книги сегодня остаются тем мощнейшим оружием пропаганды для подъема русского народа. И вот почему приходится писать книги такие. Хотя написал в единственном своей жизни роман сумасшедший, я прибежил это счастье романиста. Это действительно счастье. Но, увы, сегодня я думаю, что все писатели должны понимать свою ответственность перед выручем и работать вот в этом ключе, в ключе публицистов. Вот из этого на цикл вопрос. Почему и как государство заинтересовано выступлением в существовании миронок? Такой покладочный вопрос. Ну, я думаю, власть, тут, наверное, место государственной миронок власти, власть заинтересована в наших книгах и в наших выступлениях, чтобы долго не мучиться. Они понимают, что они обречены, что это им конец. Нельзя на коррупции наказано к радости. На таком отношении к народу нельзя властье долго продержаться. Они понимают, что нет причин. Они сейчас как-то собака, которая кусок ухватила, а это оказалось стюгно сахатом. Ну, олега большого. Да? Сажрать не сожрет, но уже ждет, что их лоб сейчас прилетит здоровый каплик. Вот, чтобы долго не мучиться и ждать этого часа, они заинтересованы, наверное, в наших книгах и в наших выступлениях. Ужнан Борис Сергеевич, вы что действительно верите в русскую революцию? Русское восстание в стоках? Ведь вы автор статьи о необходимости национального восстания. Вы имеете в основном деле или не хотите видеть, что русский народ все больше бытлеет, а власть все сильнее и сильнее? Честь имеем? В-3-2-6. Я не понимаю, какой силе власти идет речь. Если судят по гигантскому наросту силовых структур, которые, как мухи, на наростную кушу облепили эти правительственные здания, вот эти надолбы, вот обратите внимание, я говорю, во власти никогда не было столько охран. А вот этих надолбов, это ежи современные, которые в виде бетонных пирамидок обставили все правительственные здания. А вот эти горами БЭЭ железа, и обратите внимание, когда будете проезжать мимо той же горы БЭЭ, около Белого Дова, там и тоненькие ниточки тянутся, электрические. Вот этого близко не было. Но это не сила власти, это бессилие власти. Это страх власти, когда они отгораживаются заборами, надолбами, охранниками. Ведь сила власти одна, и показатель и измеритель власти один. Поддержка народа. Другого измерителя у власти нет. Единственный раз эта власть имела гигантскую поддержку народа, когда Ельцин выводил миллион в свою манежку. Это было в Лужниках. Манежки, если ты это помнишь, я был там. Когда они заполоняли манежку. Почему мы сейчас застроили? Когда выходили демонстрации, вот манежки заполняют собой пространство и туда за мальков. Вот это была массовая поддержка народа. Вот это и была сила власти. Но ведь потом Ельцин и все остальные его коварения обманули народ. И все, что они обещали, исполнилось точно наоборот. Вы помните, Ельцин начинал бороться против применения власти. А потом отдал страну на какое разграбление. Вот это сила власти. Только в одном. В массовой поддержке народа. А о чем они сегодня говорят? Они что, действительно хотят обереться на народ? Нет. Они придумали некий средний класс. Вы обратите внимание, о котором трендичит и власть, создание среднего класса. Как опора режима. А что такое средний класс? Не сами это формулирую. Это малый и средний бизнес. Слушайте. Они хотят из бизнесменов, менеджеров сделать себе обору. И они что, действительно хотят, чтобы будет прорыв государство всегда, во всем мире, любое государство крепло и стояло надежно только на фундаменте мастеровых и землепашцев. Любой гений, любое открытие изобретение будет лишь плодом искусственного ума, не больше, если не будет мастеровых. А мастеровых, о землепашках, они меньше всего думают. Потому что сегодня, именно в первую очередь, рабочий класс, крестьянство подвергается геноциду. Теперь, понятуя о законе о кривите, чтобы не быть обвиненным, я сошлюсь, процитирую только один документ. Это формулировка, мера международная и записана у нас, в уголовном поле, если что вы делаете? Насильственное воспрепятствование деторождению, создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Я сейчас не говорю о тех 90% населения России, которые официально считаются бедными. 22% из этих 90% считается официальной статистикой, проживающей в крайней нищике. Я сейчас беру другое. Вот эти мастеровые сегодня, он слез от тока, ну, 4-го, 5-го разряда, 30-го разряда. Ну, 4-го разряда, может быть. Она, допустим, нормировавшая, типичная, рабочая сельская. Они могут приобрести сегодня жилет? Вот квартиру они могут сегодня создавшими людьми обрести? Нет. 40 лет. Нет. 40 лет это, наверное, не пить, не есть, а вот только вот этот откладыватель. Нет. Вы представляете, на чему мы дожили? А это и есть вот то, что говорится в законе. Воспрепятствование дедовождений. Создание жизненных условий, рассчитывая на физическое уничтожение, потому что нет детей завести и не жить нормально, не могут. Но мы вообще сегодня на положении хуже, чем любая пташка. Потому что у любой пташки, у любого сбитка есть норка, есть гнездо. И только мы не способны завести себе угол. А это геноцид в прямом его виде. А вы переведите сейчас вот эти миллиарды и миллиарды, которые мы тратим на Олимпиады, на чемпионаты. Или вот Путин плеснул соплей на солнце, выбросил реально около триллиона рублей на то, чтобы по-бальски встретить лидеров азиатских и хотятского региона. На неделю собрал эту шуму, потратил... Вот вы представляете, буквально за две недели, а не за неделю до саммита, прошел вопиющий случай. 62-летний мужик упал с приступом сердца на улице, вызвали скорую, скорая вообще не приехала. И вот три часа с лишним прохожие оберегали на улице. Ждали скорую, боялись его трогать. Ждали скорую, а скорая отвечает, у нас не хватает конец скорой помощи. И назвали цифру в половину меньше, там уже что-то 7, ну это 40 тысяч, там 3 тысяч. В половину меньше. А когда и страшно, что денег нет, ну в машинном клубе уже врачей нет. И триллион трафик, это мы кого во власть ведем? Они не опираются на нас, уже не могут опереться народ и не хотят опереться народ. Какая сила власти? О чем вы говорите? Теперь верить Миронов или не верить Миронов в национальное восстание, в революцию? Она неизбежна. Потому что исследователи революции, начиная там от французской, чуть раньше, они все формулируют, что восстание революции мистическое явление. Ни партия, ни вожди не поднимает народ. Это нам потом написали мифы о Куничийской партии, которая нам поднимала, ну что вы хотите. Это потом написали, я уже проводил сегодня эту цифру. 20 голосов в конце сентября, Ленин получил против 840 черного голоса. Это мистическое явление. Это мистическое явление, возникающее из энергии масс. Вот и все. И сегодня хотят партии, хотят ли вожди, революция при нынешней власти неизбежна. Весь вопрос. Я здесь хочу продолжить наш Триван. Весь вопрос о том, кто в результате придет к власти. И если сегодня действительно, а это не так, действительно либералы, как многие считают, захватывают наши площади и улицы, а русские в это время давят диваны, но к вам не относят. Может перед вами-то низко было, прикил в субботу сюда. То мы действительно проиграем эту неизбежную революцию и восстание. Проиграем. Хотя, позже у меня здесь тоже будет вопрос, то, что Иванович, я, наверное, потом ему вернусь, почему я оказался среди либералов. Борис Евгеньевич у нас подоснул. Может быть, вопрос не потерял. Есть ли на Украине лидеры, борющиеся против Игоря Илдейского? Людмила. Ну, когда я получаю с Украины просьбу дать письменное разрешение на публикацию на Украине массовым тиражом моей книги Ильи Илдейской, то я думаю, что, конечно, есть. Борис Евгеньевич, каково ваше отношение к письму? А, к письму товарищу Сталину, Захару Прирепина и его намеку на лиц либеральной национальности. А что, хороший? Очень хороший. Тем более, что я в свое время писал статью о необходимости десталинизации, где, по законам русского языка, десталинизация – это очищение имени Сталина от всего национальности. Вот. Доказывая документами о том, что ни один документ не о концлагерях, который сегодня евреи ставят вину Сталина, конечно, Сталин не создавал, а это прикрытие еврейских, прикрытие собственных единокрозов, которые создали жуткую систему по-национальности в свое время России. Без всякого Сталина еще достали. Борис Евгеньевич, причина негативности Кукашенко. Вы знаете, у меня сейчас нет негативности Кукашенко по одной простой причине. Потому что в ближайшее время против Белоруссии будет развязана жуткая компания. Она, конечно, ну дай Бог, не дойдет до ряда Югославия. Но давление будет жуткое. Почему? Потому что Лукашенко, сохраняя хозяйство на старых социалистических принципах, доказывает о том, что может развиваться экономика не так, как ей рекомендуют всякие фримары. И он как бельмо в еврейском глазу. Потому что он доказывает, что экономика способна работать на других законах. Да, я в свое время, и, наверное, очень кому-то запомнилась, высказывался негативно об отношении Лукашенко, потому что в Белоруссии запрещены две мои книги. Игорь Нудейский, и траговую убивающую Россию. Больше того, в Белоруссии именно от Лукашенко исходила команда, разгромлено мощнейшее издательство православной инициативы. Владимир Владимирович Чартович, который вот эти книги все печатал. В том числе те, которые я сегодня уже называл. Оно было разгромлено. По одной простой причине. Потому что Лукашенко не еду, он хозяйственный. И он решил, что можно с еврейчиками заигрывать. И поэтому вопрос о воспитании Белоруссии в национальном духе отсутствует. Я специально швидировал по 48 страниц его пресс-конференции. Никогда, нигде он не подчеркивал свою национальную принадлежность и воспитание белорусов в славянском духе. Но сегодня, когда знаешь, что реально завтра на человека обрушится. И вот шквал, критики, злобы на уничтожение, то, конечно, это белость по сравнению с тем, что предстоит. Ваше отношение к ульгинянам и прохамам? Наверное, имеется в виду одно. Здесь еще есть у меня вопрос. Сейчас я его сразу зачитаю. Он связан с этим вопросом. Борис Сергеевич, почему так получилось, что вы с вашим сыном оказались не на поклонной вместе с патриотами, а на болотной с лидералами? Иван Сергеевич ответил на подобный вопрос. Вы знаете, я никак не мог понять, долго над ним думал, вот это выражение толстовское «патриотизм – последний предельщий Николе». Я его до последнего времени никогда не мог понять. В контексте не садистки. Я никогда не мог понять. И вот только сейчас, когда Путин стал разыгрывать карту патриотизма, я понял чистоту этого выражения. Патриотизм – последний предельщий Николе. «Патриотизм – последний предельщий Николе». Потому что… Потому что… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не желаю, не желаю, или вернее неправильно желаю, не имея сил, возможностей и власть укреплять, развивать, множить народ, на протяжении 12 лет, когда Путин ввел политику уничтожения народа. И вы не забывайте, я говорил и повторяю, не забывайте про Матвиенко. Это сегодня третий человек государства согласно Конституции. Так вот, Матвиенко в свое время подписала Каирскую декларацию, а потом отчитывалась о том, что Россия остается верной Каирской декларацией, я бы это написал в книге «Приговоры убивающей России», о Каирской декларации, о сокращении народа населения. И Матвиенко выступила, она тогда была вице-премьером от России, с поддержкой этой программы. И сегодня Путин ее возьмет в третье по должности, по статусу. И в общем-то где-то кадров резервного президента. И вдруг 12 лет, уничтожая мой народ, он теперь, видите, воспалывал любовь к русскому народу. И однажды в интервью в немецкой газете проговорился о том, что, по-моему, о том, что он русский национальный. Карикатура! И сегодня он, видите ли, стал пафиотом. Нет. Тогда митинг на поклоны и митинг на баллоны собрал одних и тех же людей. Это русские люди, которые не могут дальше терпеть, и они выходят с протестом. Только почему-то один митинг объявили про Путинский, другой анти Путинский, хотя оба митинга были ярко выражены про Путинский. Появление на сцене Собчачев и немцов дало Путину миллион новых голосов. Люди сказали, что вот это шоу, мы не разговаривались, так пусть лучше путь остается. Очень была умно разыгранная карта. И какую позицию мы должны были занять? Да, можно было пойти на поклонную гору, где в Кабьян и собираются патриоти быть как бы среди своих. Нет. Это легкий труд. Самое лучшее прийти к врагам и говорить то, что ты считаешь нужен в защиту своего народа. То, что сделал Иван на митинге на проспекте сахал. И вы знаете, что было потрясающе? Это вопрос о том, что нам собирается лидерат. Митинг освистал Касьянов и полностью, полным митингом аплодировал Ивану, который выступил в защиту русского народа. Это вот и после этого продолжает крындичь, что там либералы, там патриоты нет. Вы знаете, что за клавы наших людей оказалось запросто. Потому что там и там русские на 99% это на сцене жутит. А я шерстил поклонную проспект Сахарова, болотную, ну просто ходил вот так и смотрел на людей. Да это люди, которые дальше не могут молчать. И как этих людей выдавать за либералов, подразумевая над либералами, евреи. Да вы что? Нет. Это протестный русский элитар. И дать возможность, чтобы собрав тысячи, а у них возможность намного больше. Почему? Потому что какая больше незразмерима. Стоит им, этим либералам, сделать заявку на митинг, все средства массовой информации начинают долбить англопиток. Митинг, митинг, митинг. У них сумасшедший реклам. Критикую и не критикую все субъекты рекламы, митин. И тысячи приходят. Потому что митинг. И нам что, их рублей посадят? А давать, чтобы им мозги управляли Савчачко и Немцов? Нет, конечно. Да давать и то, что ему призывало вам усиливать эти призывало и то, что не закончат. Сибирь, сомневая предельно проста. Меня сняли с выборов по обвинению в экстремизме, что я в 2009 году Петра Павловичу и Камчатин распространял свою запрещенную книгу «Приговор убивающего Россию». 2009 год, во всем документам. Но мою книгу «Приговор убивающего Россию» экстремистской суд признан в 2010 году. Вот две очевидные вещи. Книга признан экстремистской в 2010 году. Мне ставили вину, что я ее распространял в 2009 году. Первый Верховный суд меня поддержал, а дальше навалилась Генеральная прокуратура, снова коллеги Верховного суда. И вот я написал письмо Лебедеву и прошу ему объяснить. Вот вы мне, как Юлиса, объясните, если книга признана экстремистской в 2010 году, а как она могла быть экстремистской в 2009 году, он до сих пор уж вошел. Ну, время заканчивается. Поэтому я думаю, мы же говорим, что пришел мне сегодня вам эти две книги. Татьяне Мироновой «Рубкая душа и русская власть». И по рису его битвы о сыгранном действии вполне достойны войти в список, в президентский список 100 книг, обязательных для чьих. Вы согласны за мной? Я тоже вас ваше аплодисменты, вы можете считать за минуту следовременно. А теперь у меня просьба. Вот давайте отблагодарим этой стадии, что алгоритм, который имеет мужество и больно сдавая такие книги. И если вам даже не надо там быть, то просто пройти вот мимо павильона ТФ-27, просто зайдите, подойдите, чтобы другие видели, кого поддерживает народ. М-2-0.